Hey guys, it's Maria, and today we'll talk about pronunciation. Let's get started! В этом нет никакой пользы. В данном случае use будет существительным, и там будет глухой звук с. Однако, если это глагол, например, don't use my phone, и там мы услышим звонкий звук z. Use. То же самое происходит в этом слове. Это может быть существительное, как оправдание. Make an excuse, то есть придумать оправдание. А может быть глаголом. И всем любимая фраза excuse me. В данном случае excuse уже глагол. И понятное дело, что другие слова, которые происходят от глагола excuse, также будут сохранять звук z. Например, excusable. То, что можно простить. И непростительное. Inexcusable. Везде будет звук z, потому что происходит от глагола excuse, а не от существительного оправдания. Переходим к третьему слову. Close может быть прилагательным. Например, close friends. Близкие друзья. Но также close может быть и глаголом. Совершенно верно, там опять будет звук z. Мы скажем close the door. Z. Close the door. Есть еще одно слово, а именно advice. Advice может быть существительным. Например, a piece of advice. То есть, какой-то совет. В данном случае звук будет глухим. А может быть глаголом. Advice. Но здесь хотя бы написание отличается. Это каким-то образом может нам напомнить о том, что и звук нужно тоже поменять. И, пожалуй, последнее слово, которое я бы отнесла к этой группе, это слово house. House может быть глаголом. Например, this museum houses a beautiful collection of paintings. То есть, в этом музее расположено. То есть, он является домом для чего-то. House – это глагол, и там будет звук z. В то же самое время, если house – это обычный дом, то там, конечно же, будет звук z. I live in a big house, which is not true. Есть и другие ошибки, связанные с произношением звуков z и z. Их, на самом деле, очень много, и их очень тяжело структурировать. Сегодня мы разберем с вами одну группу прилагательных, которые в русском языке, если мы заимствуем слово из английского, там мы чаще всего начнем использовать звук z. Ну, например, все включено, как вы скажете по-английски. Если вы сказали all-inclusive со звуком z, то у меня для вас плохие новости. В слове inclusive звук с. То же самое будет и с другими прилагателями, у которых на конце s-i-v-e. Ну, например, решительный. Decisive. Или нерешительный. Indecisive. Эксклюзивный. Exclusive. Абьюзивные отношения у нас говорят. Абьюзив тоже будет звук с, а не z. Итак, давайте теперь все повторим. Если слова use, excuse, close, advise и house являются глаголами, там будет звук z. Если они являются другими частями речи, то звук с. И те прилагательные, у которых на конце s-i-v-e, и которые в русском языке будут иметь такой характерный звук z, когда мы их заимствуем, в английском языке там будет глухой звук z. Вообще существует куча слов, в которых мы постоянно путаем звуки z и z. Я сама со собой замечала такие ошибки и очень долго пыталась их искоренить. И также очень часто эти ошибки замечаю и у своих студентов. Ну, например, тот же самый эпизод. По-английски это episode. Там звук с. Тем не менее, так или иначе, кто-то обязательно поставит туда звуки звук z. Таких слов с такими ошибками достаточно много. Мы будем разбираться с ними более подробно в следующих видео. А пока напишите в комментариях, какими словами у вас обычно возникали трудности. Может быть, вы тоже с собой замечали, что вместо звука ошибки в словах вы говорили долгое время z или наоборот. И на этом, пожалуй, я буду заканчивать это видео. Спасибо вам большое за просмотр и до встречи через неделю. Thank you so much for watching this video. And I'll see you in the next one. Bye-bye. Субтитры сделал DimaTorzok